Дима, перекинь вот эту соплю туда, видишь, она перекручена уже. Звучит смешно, но дело серьезное. Это подготовка к слэк-лайну, набирающему обороты в Крыму, виду экстрима. Проще хождение по стропе. Чтобы начать, сначала нужно правильно рассчитать плотность натяжения ленты. Опа, жив, цел, орел. Ну вот наш оператор подошел слишком близко, но все хорошо. Продолжаем. Спортсмены собираются пройти дистанцию в 180 метров. Для меня сейчас самое главное – аккуратно встать, не упасть, настроиться на прохождение стропы и не убить вас, падая вниз. Главная задача – держать равновесие, но сейчас погода не на стороне слэк-лайнеров. Спортсмены уже сделали несколько попыток, но дошли только до середины, потому что мешают порывы ветра. Слэк-лайнеры сравнивают свою дисциплину с хождением по воздуху. Профессионалы согласились провести для нас мастер-класс и раскрыть детали. Слэк-лайн позволяет развить чувство баланса, прокачать наш вестибулярный аппарат. А характер закаляет? А-а-а... Я забыл, что надо поговорить. Зато не забыл, как нужно идти по стропе, а все потому, что за годы тренировок Игорь не только хорошо укрепил ноги и спину, но и научился снимать психологическое напряжение. Слушайте, ну у Игоря так хорошо получается, что попробуем ему немножко усложнить задачу, сымитируем сильные порывы ветра. Ого! Смотрите, получается у него! Хорошая мотивация, чтобы попробовать самим найти свой баланс и сделать первый шаг. С первого раза вообще у кого-то получалось? С первого раза не получается ни у кого. Продолжаем идти, если честно, страшно. Ладно. Ну а теперь попробуем без руки помощи. Совсем не получилось. Потому что для начала нужно научиться хотя бы стоять. Руки в сторону, нога немного расслаблена, корпус тоже расслаблен. И пытаемся сбывать. Простите, пожалуйста. Игорь уверяет, еще пару занятий и у нас все получится. И у вас тоже. Екатерина Серегина, Алексей Семенов и Влад Кравцов. Утро нового дня. 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 Утро нового дня.